Привет бойцы, сегодня я подробнее покажу вам игру War Thunder, а также вкратце расскажу об основных фишках и отличиях игры. Ну что ж, поехали! War Thunder это в первую очередь игра про войну и конечно же ММО экшен от компании Gaijin Entertainment. Да-да, именно, это симулятор, а не аркадная игра, где побеждает донатная техника. Здесь же всем все равно, на чем ты рассекаешь по просторам игры. Выпущенный снаряд опытного противника всегда найдет слабое место в броне, а твоя задача просто уклониться или постараться сделать выстрел раньше врага. Кроме стрельбы и прожигания времени в ожидании появления соперника, тебя ждет крупный выбор техники. 5 типов наземной, 5 воздушной, плюс скоро появится флот и корабли. Техника, конечно же, улучшается и модифицируется в ходе набора очков опыта. Системные требования War Thunder невысокие. Если ты владелец хотя бы двухъядерного процессора с частотой 2.2, 4 ГБ оперативки и видеокарты не менее GeForce GT 520 или Radeon HD 6440, то можно выдохнуть и перейти по ссылке в описании, чтобы ее скачать. А по поводу винды тут нужно немного запариться и поставить винду в 7 64 бит или десятку тоже 64 бит. Теперь более подробный обзор War Thunder. Техника в игре лично меня радует своим ассортиментом. Самолеты разных типов выполняют разные задачи в миссиях. Бомбардировщики рушат наземные цели, а перехватчики и истребители широкого применения могут уничтожать другие самолеты подобного типа, чтобы команда врага не смогла выполнить поставленную цель. В танках все кардинально по-другому. Кроме ветки изучения техники, танки многозадачны и могут как уничтожать технику противника, так и отлично удерживать позиции с поддержкой артиллерийских ударов. Места проведения битв, ну то есть карты, хорошо проработаны и отлично отображают бытность тех времен, где точилась война между двумя сторонами. Игра может закинуть как в пустынный Египет, так и на зимний Сталинград. Ваше выживание на картах зависит только от знаний местности и умений управления танком. Система улучшений частично отличается от других проектов, но есть и заметные отличия, скажем от того же World of Tanks. Улучшение техники поможет вам сделать ее более вариативной. Например, возможность тушить возгорание техники, вызывать артудар в нужный квадрат, увеличить скорость ремонта или ускорить перезарядку орудия. Для набора опыта вам нужно всего участвовать в боях, подбивать врагов, захватывать точки или повреждать технику. Почти за все действия в бою вы получите достойную награду, так что прокачка легкая. Также можно разукрасить свою любимую машину, поставить пользовательский камуфляж и прилепить какую-нибудь интересную наклейку для более яркой и эпичной аннигиляции врагов. Теперь плавно перейдем к боевой системе и механике игры. Несмотря на то, что игра делится на две части, динамика игры не дает вам уснуть в бою. Все еще зависит от типа техники и вашего стиля игры. Если вы настроены на то, чтобы пассивненько выпасать в кустике врага на дистанции или плавно бомбардировать укрепление противников с воздуха, то геймплей будет медленный и особо запариваться не нужно. А вот если вы прирожденный штурмовик и любите прорывать оборону противника на земле и в воздухе, соответственно получите качественную динамику боя, где ваш скилл зависит от вашей реакции и экипажа техники. В каждом бою вы можете использовать только три танка. Когда ваш танк погибает в бою, то при следующем выборе техники он становится недоступен, не считая навыка дублирования. Баллистика. Баллистика заслуживает особого внимания. В аркадных схватках игра помогает вам брать упреждения и просчитывать баллистику. А в симуляторных сражениях этого нет и вам нужно все делать самому. Так что после покупки нового танка внимательно изучите траекторию полета снаряда. Есть такие случаи, когда снаряд ПТ САУ летит не так далеко, медленно и еще нужно брать большие упреждения, а снаряды легких танков летят дальше, но их пробитие не впечатляет. Бронирование. Перед тем как идти в бой, нужно примерно знать защитные свойства танка, то есть его сильные и слабые места брони. Если у вас более бронированный лоб или на бортах есть дополнительная навесная броня, сетка или накладная броня, то этим нужно пользоваться и подставлять только эти части. Но и чтобы пробивать толстяков, нужно иметь элементарное представление о бронепробитии. Например, осколочно-фугасные снаряды имеют слабое пробитие, но скорость полета пули и взрывной урон выводит из строя внешние модули, а также легкобронированную технику. Для пробития жирной брони подойдут обычные бронебойные, но количество пробития сильно зависит от дистанции. Больше дистанция, меньше пробитие. Как отличный аналог ББшкам подойдут подкалиберные бронебойные, которые имеют больше пробития, но не так сильно зависят от дистанции. Еще можно пострелять трассерами, но они только лишь спалят вашу позицию. Круто то, что все вышесказанное касается как танков, так и самолетов по-своему уникально. Механика перемещения исполнена довольно реалистично, а управление можно всегда поменять. Нужно зайти в настройки и сделать легче или сложнее. Не знаю зачем делать сложнее, но некоторые это делают. В самолетах главное не терять чувство ориентации в воздухе и держаться ближе к союзникам. А в танках важнее всего не лезть на рожон и соблюдать тактику выстрел-отход. Разработчики же в свою очередь выпускают новые обновления, гайды и новости. Например обновление War Thunder Buria, которое принесло обновленный движок 5.0, обновленную графику и спецэффекты, которые еще больше погружают в атмосферу игры. А еще тундру можно найти в стиме. На этом все друзья, если вы еще не знаете как начать играть в War Thunder, то все ссылки есть в описании и на экране вверху есть наш видос. Также подписывайтесь, ставьте брутальный лукас. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!